Со вторника по четверг на нашем канале А невесте скажи, вот этой вот невесте скажи, что она, что она, что она, подлець, слышишь? Вот так и скажи, я наш пункт, ходи! Когда громадная фигура появляется, это всегда, а я с ним много играл, это всегда гром аплодисментов Он знает, что он должен делать, он знает, чем он будет удивлять публику И мне кажется, это тоже свойство таланта, который уверен во всех снайперских выстрелах, которые он сделает С ним очень хорошо работать, он придумает тебе, он придумает всем, он придумает себе, он себя не обидит, конечно Раньше при Станиславском, при Немировиче было такое выражение художественник Потом перестали так говорить, мне кажется, что вот он артист-художественник Я думаю, что он актер универсальный, то есть совершенно потрясающий, проявляющий себя как на сцене, так и на пленке На пленке, да, проявляющий Как я вижу, у вас уже полный корм Вячеслав Михайлович был лидером нашего курса, конечно Та энергетика, то бешеное обаяние, те синие глаза, которых мы забыть не можем И я влюбилась в него просто с первого взгляда и люблю его до сих пор Это поразительного, такой заразительности человек И естественно, вот сейчас говорят зерно роли Вот зерно нашего курса или суть нашего курса, конечно, олицетворял Слава Надо сказать, что Вячеслав Михайлович был любим учеником наших педагогов Виктор Яковлевич Станицын по природе своего дарования очень походил Вернее, Слава походил на природу дарования нашего уважаемого Виктора Яковлевича И Виктор Яковлевич совершенно его обожал У нас уникальная была педагога по танцу, Майя Степана Воронькова Она требовала, чтобы мы были артистами и в танце И вот я помню, она всегда путала все фамилии Славик у нас был нежный Нежный, нежный, спину держать надо Галка Врачева была, Марчева Резник, Резников Сашка была Резник беспаспортный, вы не в ту группу пришли И вот она однажды, я вам расскажу, я не знаю, это не годится, наверное, в этой передаче Ну просто, как она объясняла нам, как надо танцевать испанский танец Что вы орете кастаньетами, ну что вы отверте Ведь кто к нам приходит? Наш советский зритель А наш советский зритель, он ведь встал в 6 утра, побежал, сидел, сидел на работе Сидел, дремал, потом скачил, бежит, бежит, куда бежишь? Советский зритель в наш, в наш родной советский театр Пришел, сел в первый ряд, задремал, задремал А вы заорали кастаньетами, у него инфаркт Вы заорали, а у него инсульт А вы так тихонечко, тихонечко, нежный Это я вам говорю, вы тихонечко, тихонечко кастаньетами Просыпайся, советский зритель Просыпайся, советский зритель Что вы ржете все, ну что вы ржете, начали и Это однолюб, это человек, который в молодости Пришел сюда, он родился в Туле, недалеко от Москвы Как-то все Москва вот тут рядом И молодым человеком он пришел в школу-студию художественного театра Поступил туда, закончил эту школу-студию Тут же был приглашен в художественный театр И всю жизнь он работает в художественном театре Он играет, 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 играет Все никак не наиграется Кстати, когда Вячеслав Михайлович вспоминает про то, как он сам молодым актером начал Свой путь на сцене МХАТа И попал в спектакль «Ревизор» Хлестаковым Он попал, я говорю, попал Попал в окружение артистов Где были все народные Он один был только Еще пока ненародный молодой артист И поэтому в шутку его прозвали международным артистом Потому что вокруг все были такие старики И я помню спрашивал его Пап, ну а как там-то было играть? Ну тоже был такой интересный вопрос Он говорит, ну что ты Стоило дать вот столько Так в ответ тебе шла такая цунами Ответного вот такого вот чувства То есть мог просто на этой волне улетать в небеса Всю свою творческую жизнь он посвятил художному театру И был одним из основных лидеров актерских Которые около 40 лет держали репертуар этого театра Одной из его выдающихся ролей был Хлестаков «Ревизора» Да, молодой И вот у меня есть прелестное такое воспоминание Со Святославом Теофиловичем Рихтером Которого наш курс обожал следом за мной И который приходил играть к нам в студию И мы слушали его и все Мы шли, как сейчас помню, по Поварской И навстречу вдруг шел Славик И Святослав Теофилович, который вообще был достаточно таким замкнутым человеком Он сказал, смотрите, смотрите, ваш однокурсник Давайте подойдем к нему Он такой чудный артист Мы подошли, и Славка совершенно умер И засиял на Святослава Теофиловича А тот говорит, вы так замечательно играете Хлестакова А Слава, значит, вот так расплылся Приходите, а ты его же не видела Приходите, Святослав Теофилович И Рихтер сиял Потом мы, ну, мы как-то расцеловались, прицеловались все Пошли, и он говорит, да, вот вы не были А я так, он такой замечательный Пойдем, пойдем обязательно его смотреть А с твоим характером я тебя предупреждаю Тебе придется худо Характер Черт Характер придется менять Придется? А как? Знаешь что? Ты для начала возьми-ка, прочти вот эту книжечку Очень тебе это может пригодиться Описание тысячи способов японской борьбы Собранных начальником тайной полиции Господином Сигемицу В помощь сыщикам Морякам и господам офицерам Желающим усовершенствовать свою мускулатуру Граждане! Видите, мы учились вместе со Славой Невинным И это совсем иная природа взаимоотношений Мы свои, как говорили раньше, мы из одной конюшни И потом в том актерском детстве так много хорошего Что вот для меня это хорошее Материализуют немногие В том длинном испытательном сроке Котором оказалась жизнь Слава Невинной Для меня величина не меняющаяся Ну как, Серега? Нравится тебе наша работа? Нравится? Я вообще такое дело люблю Умение играть очень серьезно И при этом видеть улыбку Это высший дар Ох, это счастье Это что-то Чаплиновское Такое, знаете, что-то Почеркиваю, у Чаплина в такую трагическую Трагикомедию уходит А вот грустную улыбку Но серьезно Но очень серьезно Вам нужно мертвых душ Да Несуществующих Ну, извольте Я готов продать Продать? Продать Ну и, например, как же цена? Ну, чтобы не запрашивать вас лишнего Вы отдыхайте Отдыхайте Да нет, расположитесь Удобнее Ну По 100 рублей за штуку По 100 То, что мы играли, например, в «Мертвых душах» Он играл «Собакевич» «Мертвых душах» он знал на зубок Ну, просто на зубок Не говоря же о том, что просто Это любимое его произведение Помимо того, что Гоголь Помимо того, что Швейцар Ряд Вся сцена, конечно, была Придумана нами Симпровизирована нами Таким образом Что нам самим было понятно Что мы играем Положай руку на сердце 8 гривен за душу Самая красная цена Стыдно Стыдно вам и говорить Такую сумму Вы торгуетесь? Давайте настоящую цену Торгуйте Нет Ну, не торгуйте Торгуйте, торгуйте Торгуйте Да что вы скупите Ведь право Недорого Другой Мошенник Обманет вас Продаст вам Дрянь А не душ А у меня Что ядреный орех Все На подбор Это толкание Которое Это Слава придумал Я подхватил Когда вы торгуетесь Когда он бьет Чичков по плечу И Павел Иванович Так немножко Да торгуйтесь Торгуйте С ним очень хорошо Работает Ну, об этом Пусть судит кто другой А я пойду Да, посмотрю Со двора Дом и флигеля И если Все как следует Всего же вечера Окончу дело Эти женишки Мне не опасны Народ что-то больно Жиденькой Таких невесты Не людям Он гоголевский артист Что громадная редкость Артист, чувствующий Язык автора Этот Полнозвучный Многослойный Пронизанный Одновременно И пафосом И колоссальной Иронией Я бы сказал Сарказмом И то И другое Вместе Это Слава Невинной Когда я затевал Гоголевский Спектакль Игроки Я искал Как мне казалось Наилучших Исполнителей Для Гоголя И среди них Возникла Сразу Фигура Вячеслава Михайловича Невинного Которого я Знал конечно И как актера И как человека Но никогда с ним Не работал вместе Знал издали Я позвонил Славе И Предложил Эту затею На что он Своим Напряженным Тенором Сказал Что Рад И нравится ему Пьеса И нравится ему Компания В которой будет работать Но только у него Есть один принцип Он из стен Мхата Не выходит Никогда И никуда Когда ему сказал Что договоренность С Ефремовым Есть И это будет Совместная постановка Артели Которую мы создаем И Московского художественного театра И спектакль будет На сцене Московского художественного театра Он сказал Так тогда О чем речь Нет Хозяина у вас нет Ты играешь в Гамлета Видал? Да И Сергей Игоревич Вы сегодня обедать будете? Будете обедать Да Сегодня Не могу Без откровенности Я признаюсь Это для меня Даже непонятно Быть откровенному Со всеми Дружба Это другое дело Так А человек Принадлежит Обществу Принадлежит Но не весь Нет весь Нет не весь Нет весь Нет не весь Нет весь Нет не весь Нет весь Принадлежит Но не весь 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 Опять не врат Опять не врат И я докажу Ну Это долг Это обязанность Это Забортовался Горячь необыкновенно Нет Бедные два слова Если вам что-то хочешь сказать Еще можно понять Но дальше Ничего Вы Извините Что мы Так Вы Посмотрите Прошу Он приходит Чтобы понять Зачем он нужен Вот этот вопрос Он часто задает И себе И режиссеру Меня-то зачем Вы взяли Но кто-нибудь другой Что мог бы сыграть Вот я Зачем я Им очень важно Это определить Почему именно он Должен сыграть Именно так Как вы этого хотите И пока он Вот Знаете Как Он почти хочет Разобрать игрушку Вот до Деталей Чтобы потом ее собрать Уже по-своему Чтобы она работала Так как нужно Вот этому артисту Он должен понять Это наверное Может быть Главный для него вопрос Почему именно он В моих трех спектаклях Вячеслав Михайлович Сыграл Главные роли Это Тойбель и ее демон По пьесе Исаака Башевиса Зингера И Света от меня светит Льва Николаевича Толстого И 12 разъемных мужчин Реджинальда Роуза Вячеслав Михайлович Так сыграл Рэбов Тойбель и ее демон Что Побывавший на премьере Глава Иудейской общины Москвы Который волновался Надо сказать Перед спектаклем Что же он увидит На сцене художественного театра После спектакля Подошел К Вячеславу Михайловичу И сказал Вы наш Рэбе Что было конечно высочайшей оценкой Его работы Но вот после Значит еврейского рэба Он играет православного священника И играет тоже удивительно Глубоко и мощно В его кухне В его кухне актерской есть такая присказка А по писаному Ну просто блистал Потрясающе Да ладно Мы не желаем Понятно Вот Видал Васька Он думаешь кто Ты что думаешь Он мастером не мог быть Обожди Главным инженером мог бы быть Да ты не тушуйся Вась Не тушуйся Но только мы не хочем Потому что мы хочем Как люди пожить Отдыхай Да ладно Васька Кто-то в натуре У меня что сегодня загрустил Мы с тобой кто есть Работяги Работяги И все дела Пускай мы Несоснательные Пускай мы отстающие Но мы рабочие Мы с тобой Васька Вон и где могли бы это Мы Ефремов принес эту пьесу Старый Новый год Я помню первую читку Старого Нового года На трупе Очень было живо Здорово Такое ощущение Что То ли Рощин знал невинного То ли невинный знал Рощина Хотя это не так было Ну Знаете Человек родился Вот В рубашке Сибейкина Те сцены Где я не участвовал Я смотрел Восторжен Просто на невинного Восторжен Потому что Просто Такое ощущение Вообще Взяли с улицы Вот Человека привели На сцену Он Быстро адаптировался И начал играть Вот Что такое Сибейкин В исполнении Невинного Конечно же Он абсолютно Слава Был настолько Талантлив В этой роли Что я Конечно Был догоняющим Вообще Была команда Там Очень сильная Дементьева Играл Тещу Прекрасно Не говоря Как Женя Встегнеев играл Куколка Мальвина Сорт Восьмой Глаза Не закрывай Куда же ты садишься Черт Толстая ферма Вот умение Вложить Точно Вот этот Шар В лузу Вот умение Точно Сделать Эту Синкобу Когда Зритель Просто уже Сейчас Сердце Ндоровит От хохота Это Женя Встегнеев Делал На моей Памяти И Слава Невинной Комик Казалось бы Комик Так у него Такая репутация Он в кино Очень много Смешных И прекрасных Ролей сыграл И Сам его Облик Располагает Ну так значит Ну к смеху И улыбке Вместе с тем И Вместе с тем Он актер Конечно Всеобщих Возможностей К сожалению Ну больше Как бы Комиками Его Востребовали Так сложилась Жизнь Но мне вот Пришлось Им работать Над ролью Трагической Трагикомической Это Гуско В украинской Замечательной Пьесе Так погиб Гуско Она у нас называлась Блаженный остров Он играл главную роль Отца семейства Он играл Такого Ну Основоположника Семьи Человека Который В ответе За всех И Он И вся семья Погибала Он не мог ее спасти Все они Куда-то Проваливались И все Кончалось Очень тревожно И плохо И вот Он Он С такой Сердечностью С таким Богатством Внутренних Ресурсов Он так Заботился Он так Боялся Он так Дышал Каждым Один мой Знакомый Тулумбас Вы его знаете 20 лет В соборе Апостола Павла Читал Ни разу Не общился А в это воскресенье Начав Как следует Апостола Павла Чтение Вдруг Слышим Имел я Дом на Мещанской Улице Отобрали Я отдал Имел я Берет Выше Дом на Садовой Улице Отобрали Я отдал Имел я Еще выше Дом на Мещанской Улице Отобрали Я отдал Так куда же Ты смотришь Боже А потом Как заплачет Заплачет А потом Как захочет Истерика На самом деле Три дома Было И все Отобрали А вы говорите Революции нет Она уже кончена А Двадцать три года Я прослужил До калежского Секретаря Дослужился И вот Но Опять меня снизили С простым писарем Сравняли Где же правда А еще называется Революционеры Борются За правду Разве Разве они революционеры Саватий Савельевич Узурпаторы Вот Демагоги Вот Эцетера Вот Эцетера Вот она Правда А какая Служба Какая служба До революции Была Красота Не служба Не служба А литургия Домой бывало С нее Как из церкви Ведь идешь А дома Чувство Чувство партнера Которым обладает Вячеслав Михайлович И все время говорит Что это одно из самых главных Ощущений на сцене Когда ты не один А когда ты Подкреплен Талантами Других исполнителей И всегда Он любит повторять Что Когда его предположим Хвалят Он говорит Ребята Я скажу вам По футбольному Это все Гол плюс пас Невозможно Черт знает что Я не понимаю Что собственно говоря Здесь происходит Что это такое Выскочила эта Да Шмакодявка Понимаешь И теперь вы что Должны все Перестроиться Перековаться Да Отдавать друг другу Горожи Нет Прихиндей Вы всего этого Наслышались И начитались Всего такого И этакого Дайте сказать Правильные вещи Я против И все Как это так Мы собственно говоря Здесь все боремся За место Под солнцем В виде гаража Чего тут скрывать Место под солнцем На юге В Сочи Перерыв Та-та-та-та-та Та-та-та-та 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 Та-та-та-та-та 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 Семь слоников Слоники Прелестные слоники Вы наши Кумиры Ваши Поклонники Ах, милые Слоники Прелестные Слоники Вы наши кумиры, вы наши поклонники Сказка была «Волшебник изумрудного города». Он играл Страшил и играл этого трусливого льва. Вместе играли, вместе и на площадке. Ну что, загримируется и сидит. Ну и естественно там все, всякие рассказы, байки, пока там между сценами, пока камеру готовят, пока там все. Потом, помню, взял сценарий, еще только начали снимать. Он открыл и говорит, так, улю-лю-лю-лю-лю, закричал Страшила, читает он про себя, бешено вращая нарисованными глазами. Он так сложил, говорит, боюсь, не потяну. Звучит песня «Волшебник изумрудного города» Тем не менее, вот то, что сыграл Невинный, таких простых, ясных людей, ну как он прекрасно у Рязанова играл, «Берегись автомобиля». Я же знаю. Но они ни в коем случае не адаптируются с его нутром. Человек читающий, знающий. В художественном театре, а может быть, я так думаю, вообще в театральном мире, было два человека, которые щелкали, как орешки, причем так нетрудные орешки, совсем легкие, скорлупки просто отлетали, щелкали, как орешки, вот эти кроссворды. Это Невинный и Савина, и Сергеевна Савина. Нетрудно ему было вспомнить мудренное слово из пяти букв. Нетрудно было ему вспомнить какое-то мудренное слово из семнадцати букв. Вот меня это потрясало. Я уже начал хохотать, я иронизировал над этим. Что касается языка, то не знаю уж каким образом, но более осведомленного в русском языке. А русский язык все-таки один из самых трудных. Во всех ударениях разных времен, как надо было ударять тогда, розанчик или розанчик, и так далее, и так далее, можно было спросить только у одного человека, у Славы Невинного. Гораздо лучше, чем справляться в словарях. Откуда – не знаю. И его речение, его способ произнесения слов на сцене, почти как по букварю, почти вдалбливая, это есть, я бы сказал, просветительская функция, особенная функция актера Невинного, который отличает его от принципов современного театра во всем мире. Потому что весь мир, перейдя на вот эти микрофончики, которые стоят вот здесь, привыкли, все слова сминатика на всех языках, какая-то речь, что-то понятно, что-то непонятно, не так важно, что говорим, важно, что говорим, что-нибудь говорим. У Славы каждое слово ценно и стоит в определенном месте своего ряда. Я бы сказал, что он просветитель языка и им остается. А вот и я! Мишель, мишель! Благородная синьорина! Берусь же смелость поздравить Вселенную с рождением такого чудного цветка, как вы! как дань своего восторга осмеливаясь преподнести фейерверки и бенгальские огни в собственную изделие. Да прояснят они ночь, так же, как вы просветляете потенки темного царства. А чего ты не пропонишь этого иуду, а? Павел Кириллзюк. Патрону. Николя. Вуаля. Гол. Ги Го. Почтеннейший Зинаисашня. Божественной Марфи Горни. Древнейший Авдотья Назарни. Сиятельнейшему графу. Ну-ну-ну-ну-ну. Душал. Едва пошел, как атмосфера стала жиже. Когда он играет Чехова, когда он играет очень сложный драматургический материал, он, конечно, актер очень высокого полета, очень больших штудий, очень серьезных наблюдений над жизнью. И, конечно, Белый лист – это не лучший вариант для того, чтобы он тут, так сказать, свое искусство демонстрировал. Для него нужен внимательный, слушающий, внимающий, понимающий, неравнодушный зритель. Если бывает зритель хуже, там, ну, разные бывают зрители, разные бывают ситуации, он владеет искусством подчинения себе. Вот это вот такая внутренняя, такой запас, такой мощь такая, которая в нем постоянно есть, она ему очень помогает. Вам хорошо рассуждать, вы пожили на своем веку, а я... 28 лет прослужил по судебному ведомству, еще не жил, ничего не испытал, в конце концов, и, понятная вещь, жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, и потому вы имеете наклонность к философии. Я же хочу жить, и потому пью за обедом Херрис, курю сигары и все. Вот и все. Вот и все. Всякий по-своему прав. Всякий идет туда, куда ведут его наклонности. Очень нравится «Чайка», когда он играет этого больного человека. У них потрясающая сцена с Треплевым, а потом есть совершенно уникальный момент, когда он вот в своем возрасте и при своей комплекции падает на сцене. Я смотрел этот спектакль, ну, раз 10, наверное. Каждый раз это бывает неожиданно, каждый раз я начинаю с ужасом думать, может быть, что-то случилось. Действительно плохо. И весь зал тоже чуть ли не встает, потому что всем кажется, что такого не может быть. Шок, когда человек, представьте себе, Вячеслав Михайлович падает буквально вот так вот на спину, навзничает. То есть явно, что с человеком случился удар. Это страшно, с одной стороны. Но и, с другой стороны, понимаешь, что актер таким образом тебя купил. Конечно, это не идет ни в какое сравнение, просто технический момент. Но и вся роль подкреплена такой болью, что ли, внутренней, таким душевным драматизмом, такой вот нерастраченной любовью. Там столько всего переплетено. При этом есть еще и, конечно, это не было бы невинной. Там есть и юмор в этом. Но, по-моему, это одна из блистательных его ролей. Я вас умоляю, пожалуйста, оставьте нас с братом вдвоем. Нам очень нужно поговорить. Очень вас прошу, Димон, пожалуйста, возьмите. Хорошо, понимаю, понимаю. Вы это все забирайте. Все, все, все. Он ходит здесь с раннего утра и все говорит, говорит о чем-то. Вообще, добрый человек, но очень уж того надоел. Голова кружится. Мне дурно! И все! Боже мой! Помогите! Помогите ему! Боже мой! Что? Боже мой! Боже мой! Благодарю, ничего, ничего, уже прошло и все. Не пугайся, мама, это не опасность, дядя теперь это часто бывает. Дядя, тебе надо полежать. Поднимите. Полежать? Да. Ну хорошо. Немножко, да. Немножко, да. А в город? В город я все равно поеду. Понятная вещь. Полежу и поеду. Поеду. Есть загадка. Что? Есть загадка. Утром на четыре? Да. Днем на двух? Да. Вечером на трех? Именно. А ночью на спине. Нет, нет. Нет, благодарю вас. Не провожайте меня. Я сам могу идти. Вряд ли мы друг другом поражаемся, разве что, может быть, долголетию, дружка-дружке. Так сказать, со временем геронтологи, наверное, должны изучить эту проблему. Я люблю его. Я люблю его. Вот я, когда люблю, чему можно поражаться? Способности любить. Вот и все. То, что было связано с юностью, это, в общем-то, радостное и счастливое воспоминание. И все равно вот сейчас славит. Мы говорим сейчас о тебе. И опять вот это чудо. Все 50 лет назад. И мы молодые, мы любим друг друга. Мы любим тебя. И вот твои синие глаза, они нам там вот сияют, сияют нам. С ним и пить водку, и сидеть после спектакля, и перекинуться словами в его гримерный, где он всегда сидит по пояс голый, потому что ему всегда жарко, тоже приятно. И в антракте провести с ним время приятно. А главное, смотреть на него на сцене, это всегда радостное удивление, что такое вот создала природа. И мне кажется, что он еще не сыграл всего того, что он мог бы сыграть, должен был бы сыграть, и чего он хотел бы сыграть. Диапазон его я бы определил таким образом от Винни Пуха до Иоганна Себастьяна Баха. Ежик! Где же ты был? Я звал-звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул. Креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем в чайку, попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да? А я и самовар раздул, и веточек этих... Можевеловых. Можевеловых, чтоб дымок был. И... И... Ведь кто же кроме тебя звезды-то считать будет? Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал.